Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим удобную программу для торговли и склада. Мы можем автоматизировать любой вид торговли. Организацию, работающую с небольшим ассортиментом товара или услуг. Магазин, осуществляющий продажу товара по штрих-кодам. Компанию, специализирующуюся на поставке товара по заказам. Можем установить один только складской учет. Автоматизировать склад временного хранения чужой продукции, а также многое другое. У вас будет возможность ввести учет по любому ассортименту товара. Будь то одежда, обувь, цветы, мебель, медикаменты, запчасти, продукты питания, либо что-нибудь другое. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь может работать под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для продавца, кладовщика, менеджера, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Вот так выглядит главное окно программы. Меню расположено слева и состоит всего из трех разделов. Модули, справочники и отчеты. Модули – это основные учетные блоки. Здесь можно будет приходить, давать товар, продавать его, ввести учет по клиентам и заявкам. Справочники – это исходные данные, которые необходимо заполнить в начале работы с программой, а потом менять лишь при необходимости. Это номенклатура товара и услуг, подразделения и сотрудники организации. Отчеты – это аналитика. Анализ можно проводить по обороту и остаткам товара, а также по денежным средствам. Чтобы оприходовать товар, заходим в модули «Склад – товар». Сначала появляется поиск данных, который позволит при необходимости найти нужные накладные, которые уже были внесены ранее. Если не указывать критерии поиска, будут отображены все записи. Сейчас тестовая база пока пуста. Чтобы добавить новое поступление товара, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем команду «Добавить». При поступлении достаточно показать, на какой склад поступает товар и от какого поставщика. Теперь можем заполнить состав накладной, точно так же пользуясь командой «Добавить». Товар выбираем из справочника номенклатуры. Если вы уже работали с таким товаром, его достаточно просто выбрать из списка. Можно отмечать факт полного или частичного расчета с каждым поставщиком. Теперь на балансе нашей организации появился оприходованный товар. Все это мы можем видеть в специальном отчете «Остатки по складам». Данный отчет отобразит остатки на начало, приход, расход и остатки на конец любого отчетного периода. Также под главной ролью можно посмотреть не только количество, но и суммы. Если у вас кроме основного офиса есть филиалы, можно через интернет организовать работу всех подразделений в единой информационной системе, где каждый филиал будет видеть только свои данные, а бухгалтер и руководитель смогут просматривать общую картину в организации. На остатках в режиме реального времени сразу будут отражаться все продажи. В одноименном модуле можно вывести информацию за любой период времени. Можно также выполнить анализ по магазину, продавцу, кассиру и даже вывести историю покупок по определенному клиенту. Продажи можно проводить вручную, а также с помощью специального оборудования, такого как сканер штрих-кода. Вот так будет выглядеть рабочее окно продавца. В нем можно указать клиента по предъявленной дисконтной карте. Кассир может отмечать продавца-консультанта для дальнейшего расчета с дельной заработной платы. Продаваемый товар будет определяться по считываемому штрих-коду. Если у товара нет штрих-кода, программа его присвоит автоматически, и вы сможете его наклеивать при наличии принтера и этикеток. При проводке платежа система покажет сумму сдачи для клиента. Для разных торговых организаций способ проводки продаж отличается. Мы показали интерфейс для обычного магазина. По каждой продаже программа умеет распечатывать товарный чек при наличии принтера чеков, а также обычную накладную, либо любой другой документ. В программе предусмотрен целый комплекс управленческих отчетов по товару и финансовым средствам. Отчет «Проданный товар» покажет объемы реализации по каждой номенклатуре, категории и подкатегории товара за любой отчетный период. Сводный отчет по продавцам отобразит количество продаж, сумму выручки и процент в общем доходе организации. Специальный отчет «Куб Продаж» найдет наиболее прибыльных клиентов и покажет, есть ли у них скидка на обслуживание. На основе этого отчета можно ввести дисконтную систему и выдавать личные карты. Отчет «Долги клиентов» отобразит реестр всех должников, если товар отпускается иногда без оплаты. Когда организация ведет учет не только доходов, но и расходов, можно сформировать отчет «Движение средств», который выведет общие суммы по финансовым статьям в разрезе каждого месяца, что даст представление о тенденции роста или спада. Каждый отчет формируется за любой период. Это позволяет провести анализ работы организации за день, за месяц и даже за целый год. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему СНГ. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. До новых встреч!